Всем привет! С вами официальный Lada Club и я Павел Атрощенко. И сегодня у нас на тест-драйве Lada Vesta SV с мотором 1.8 и механической коробкой передач. За окном у нас, как видите, зима. И самое главное, мы решили провести зимний тест-драйв и рассказать вам, как эксплуатировать этот автомобиль в снегу. Основное преимущество этого автомобиля это, конечно же, клиренс. По сравнению со всеми одноклассниками он намного больше. 178 мм. У Lada Vesta SV Cross он, конечно, больше. Больше 200 даже. Но даже этих 178 хватает для того, чтобы успешно передвигаться по снегу. И мы сегодня это вам покажем. Даже со своими 178 мм я могу свободно преодолеть снежный бруссер и не буду думать о том, что, возможно, я задену нижнюю частью бампера и как-то ее могу повредить. А это очень немаловажно, потому что вы не всегда можете вылазить из автомобиля и, соответственно, смотреть, а подходит ли у вас ваш дорожный просвет для того, чтобы вы преодолели то или иное препятствие. Полезной зимней опцией в этом автомобиле это, конечно же, обогрев лобового стекла и штатное оснащение автомобиля системой ESP. Первое помогает вам очень быстро сделать так то, что вы можете видеть. То есть вы можете не пользоваться скребком, а, соответственно, только нажали на кнопку обогрева лобового стекла. И автомобиль в течение минуты-две уже, соответственно, позволяет вам очистить лобовое стекло даже вашими дворниками. А вот система стабилизации зимой особенно полезна для начинающих водителей, которые не знают, как правильно контролировать автомобиль в боковом заносе. Явное отличие с включенной системой стабилизации и отключенной, конечно же, происходит в затяжных поворотах. То есть когда вы, соответственно, заходите в этот поворот и у вас карма начинает идти немножко вперед автомобиля, то, соответственно, у вас происходит такое потрескенность. То есть система пытается выправить автомобиль и направить его по прямой. Если вы думаете то, что вы можете бесконечно ездить при отключенной системе ESP, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что после 60 км в час система автоматически включается и уже идет перераспределение момента с одного колеса на другое автоматически. Совсем недавно на Lada X-Ray появился круиз-контроль и ограничитель скорости. Но на Lada Vesta он был изначально в более дорогих комплектациях. И это очень важно в зимний период эксплуатации, когда вы можете задать безопасную скорость и двигаться на ней именно по скользкой трассе. Во-первых, вы не попадаете под радар и вам не приходят письма счастья. А во-вторых, вы можете, соответственно, дать отдохнуть вашей правой ноге и просто наслаждаться управлением рулевого колеса. Запираемый лючок бензобака. Это один из немаловажных факторов, который появился в Lada Vesta SV. Конечно, попозже он перекочевал и в обычный седан Lada Vesta. Многие потребители просили, чтобы в российских реалиях именно был запираемый лючок бензобака. Потому что есть разные индивидуумы, которые пытаются слить бензин с автомобиля, ну, так сказать, нечестным способом нажиться. А здесь, получается, эта возможность, так сказать, обрезается. Потому что, когда автомобиль закрыт, то открыть лючок бензобака не получается возможно. Ну что, заправим автомобиль и поедем дальше. Попробуем проехать там, где обычно не ездят стандартные автомобили. Итак, у нас включенная система. Слышно, как мы слегка задеваем пузом по снегу, но, тем не менее, мы едем. Дозировано нажимаем на педаль газа, управляем рулевым колесом поактивнее и едем, едем, едем. То есть здесь только что проехала Subaru полноприводная, ну а мы за ней на Lada Vesta. Автомобили российского производства, который адаптирован под русские реалии. А у нас сейчас комбо. Две Lada Vesta в цвете Carfagen, но в разном исполнении. Это обычная SV и вот это Lada Vesta SV Cross в пластиковых накладках и, соответственно, большим клиренсом. Что вам нравится больше, конечно же, можете выбрать только вы. Но сейчас именно в цвете Carfagen я предпочтение отдаю своей вести, потому что мне она кажется чуть-чуть престижнее. Для Lada Vesta SV Cross я подобрал бы другую цветовую гамму, чтобы пластиковый обвес немножко заиграл. Если вы задумались над приобретением российского универсала Lada Vesta SV, либо SV Cross, то вам в первую очередь нужно понять ареал обитания своего автомобиля. То есть, если вы предпочитаете активный образ жизни, и, к примеру, будете ездить на этом автомобиле на рыбалку, то вам, конечно же, подойдет Lada Vesta SV Cross, потому что у него есть пластиковый обвес и более высокий клиренс, который позволяет легче передвигаться по пересеченной местности. Ну, а если вы предпочитаете передвигаться исключительно по каменным джунглям, то ваш выбор – это, конечно же, Lada Vesta SV. В любом случае, и тот, и тот автомобиль – это хорошее предложение на рынке, так как у них есть большой набор опций, которые позволяют водителям легко чувствовать себя за рулем. Самый же главный плюс на данный момент – это их цена. Ни один из конкурентов не может предложить более вкусную цену в этом сегменте.